Справа от Питера находится Ладожское озеро, 60 километров берега были свободные Ненцев, на другом берегу была Россия, расстояние или 30 или 100 километров пути по воде в зависимости от того, откуда плыть, это расстояние даже тихоходная баржа проходит ночью, чтобы не попасть под авианалет. В этом смысле блокированная железная дорога и отсутствие других видов транспорта это не одно и то же, потому что в общем человечество-то в течение 140 тысяч лет существования не всегда имело железные дороги, оно не всегда по ним снабжалось, оно чаще всего как раз снабжалось по воде, вот вся Римская империя снабжалась по воде, римский начальник вообще бы не понял проблемы, Как сказал, ну у вас же вот мы по Дунаю, по Рейну, по Средиземному морю всё возим, вот у вас же Ладожское озеро. Вы скажете, вода и от Латынина во времена Рима не было артиллерии, не было кораблей, не было авиации противника, поэтому давайте разберём конкретно. Первое. Артиллерия. Ладога это самое большое пресноводное озеро в Европе, площадь его 18 и 3000 квадратных километров, поэтому сделать так, чтобы полевая артиллерия противника тебя не достала, это небольшая проблема, А садить по таким площадям из дальнобойной артиллерии, это стрелять в небо. Второе. Немецкий флот, по понятным причинам, отсутствовал, равно как и подлодки, которые охотились на конвои арктические. Остаётся третья авиация. И, конечно, в сентябре-октябре, когда световой день уже невелик, шансы самолёта попасть в баржу, которая идёт предпочтительно ночью, были не очень высоки. Есть список кораблей, которые погибли за эту первую навигацию на Ладоге. 5 сентября 1941 года погибла колонярская лодка «Алекма» от авиабомбы. 17 сентября сел на грунт тральщик, тоже от бомбы. 4 ноября – сторожевой корабль. Всего общее количество погибшего от всего, включая шторма, 7 пароходов и 46 барж за эту навигацию. Гораздо проще назвать такие цифры, что за 58 дней навигации было доставлено в Питер 59 тысяч тонн грузов, а потеряно 2,8 тысяч тонн, то есть 4,8%. И это не только от бомбёжек, потеряно вообще. А в этом смысле снабжение Питера по Ладожскому озеру было на порядок более простым проектом, через, например, уже упоминавшиеся поставки по ленд-лизу конвоями через Атлантику. Потому что там были подлодки, которых на Ладожском озере не было, там были недели пути, во время которых самолёты-разведчики находили конвой. А здесь, ну, не римские условия снабжения, но хорошие. И Сталин не считал, что в Питере есть блокада, потому что, вот я цитирую документ от 4 октября 1941 года, «вывести на восток из Ленинграда станки пресса через Ладожское озеро на Волховстрой». Видимо, если 4 октября можно было вывозить из Ленинграда станки, не составляло никакого труда обратно завести хлеб. Другой пример. Во вторую навигацию в 1942 году по Ладоге перевезли 1,1 млн тонн грузов. И если говорить о потерях, ещё одна красноречивая цифра. После того, как 22 января 1942 года по льду началась эвакуация гражданского населения, от налётов авиации погибло 6, прописью 6 человек из эвакуированных. В это же время непосредственно в ходе эвакуации от голода умерли 2394 человека, чтобы слушатели представляли себе вероятность погибнуть от вражеской бомбы и погибнуть от голода. Сколько было нужно городу? Вот Марк Солонин считает норму 800 граммов в день, от которой никто бы не умер с голода, и 2,5 млн жителей, это получается 1500 тонн в день, 5-6 скромных бар в сутки. Как я только что сказала, МГА была взята 28 августа, Шлиссельбург 8 сентября, лёд на Ладоге встал 7 ноября. Два месяца было на то, чтобы завести в город продовольствие, достаточно, скажем так, сильно льготному для войны пути. Это условия были снабжения, о которых на других театрах военных действий можно было мечтать. Чем завозить? Начало войны в северо-западном речном пароходстве было 323 буксир и 960 несамоходных судов общим водоизмещением 420 тысяч тонн. Опять же, цитирую Марка Солонина, треть процента от этого числа в сутки обеспечивало снабжение Ленинграда. Так или иначе, в среднем в первую блокадную осень по Ладоге, пока не встал лёд, доставили 700 тонн во время судоходства в день, доставляли иногда сначала 300, потом чуть побольше. Но даже если поделить, Марк Солонин поделил эти цифры на количество ртов, получилось не по 125 блокадных грамм, а по 400 грамм. А чисто арифметически получается, что размер воровства не поддавался описанию. Я пока сейчас ничего не говорю, я просто ставлю вопрос след за Солонином. Как получилось, что флот в начале войны 420 тысяч тонн не смог перевести 1500 тонн в день на максимум 100 километров? И, собственно, как получилось, что вот те 700 тонн, которые он перевозил, и которые давали 400 грамм полноценного хлеба в день, вдруг превратились в 125 грамм, из которых большей половины был несъедобный припёк? Как я уже сказала, человечество последние, по крайней мере, 50 тысяч лет до появления железных дорог использовало воду как главный вид транспорта. В своё время, 50 тысяч лет назад, человечество по этой воде доплыло до Австралии. И надо думать, что оно использовало при этом менее совершенные суда, чем те самые суда северо-западного речного пароходства, треть процента тоннажа которого полностью обеспечивало снабжение. Вот когда 9 лет назад эту цифру 420 тысяч тонн процитировал Солонин, портянки возникновали и стали объяснять, почему это совершенно невозможно, почему по Ладоге ничего не было, нельзя возить. А были выдвигались утверждения одно другого удивительные, и даже оказалось, что Ладожское озеро – это такой уникальный водоём, по которому нельзя плавать. Вот даже по ледовитому океану плавают, по ревущим сороковым, а вот по Ладоге нельзя. Конечно, совершенно уникально, потому что начиная от летописи, где рассказывается, как викинги плавали по Ладоге, потому что, собственно, именно по рекам и озерам они и плавали. И кончая просто, вот можно забить в интернете, Ладога – аренда лодок. Но в обосновании наши псевдопатриоты даже вспомнили, что в Петровское время вдоль южного берега озера был прокопан канал. Это феорическое замечание не стоило бы опровержения, если бы я не знала, что на мой спич посыпется опровержение именно такого рода. Поэтому я скажу, что при Петре, когда дорог в России ещё не было, и когда выяснилось, что в Питер не приплывёшь по воде, потому что из Волги до Ладожского озера ничего не плавает, а есть бесконечное количество болот и речушек, то там был прокопан, я его видела, грубо говоря, вернее, видела его остатки, потому что однажды я вот летала, меня возили в Верховьях в Волге на вертолёте, и как раз показали удивительные маленькие такие, как червячки, и говорят, вот это остатки канала, который был выкопан Петром, чтобы снабжать по воде город Санкт-Петербург. И это не канала, это канава. Это и сейчас полканавы, а тогда это была реально канава, по ней плыла корыта осадкой 60 сантиметров и тащила его лошадь. Действительно, для плавания корыта на конской тяге Ладога не приспособлена, поэтому канаву пришлось провести вдоль южного берега, всё остальное плавает по ней вполне прилично. Тельми не Солонин, а был неправ в своей первой статье, потому что он говорил, когда о 420 тысячах тонн он забыл о ладожской военной флотилии и тресте Лен-Рыба. А согласитесь, что ладожская военная флотилия вот точно плавала по Ладоге, она даже так называлась. Поэтому можно рекомендовать ещё один текст. Это текст Ирия Николая Савченко, власти снабжения блокадного Ленинграда, который как раз подробно разбирает эти суда, в частности говорит о том, что там было 5 однотипных кораблей из грунтоотвозных барж. Общее водоизмещение 1140 тонн практически покрывает потребности Ленинграда. Кроме того, было, конечно, значительное количество всяких рыболовецких мотоботов и швун. Это к вопросу о Ладожском озере, по которому невозможно плавать. Вот если существовал трест Лен-Рыба и мотоботы, дельфин, коммунисты, комсомолец плавали именно по Ладоге, вероятно, они как-то справлялись. У них было небольшое водоизмещение, 25-38 тонн, вот навигатор было 23 тонны. Да, это не очень большие суда, но они просто не ходили. И то же самое происходило, когда Ладога встала, а продовольствие продолжали не завозить. Вот ещё одна статья Александров «Власти город». В ней приведены совершенно страшные цифры и цитаты из начальника Дороги жизни Нефёдова, который ровно в самые страшные дни Голодомора записывает, цитирую, «10 декабря 1941 года. Бензин – острая проблема. 11 декабря – сплошной подвох с бензином. 22 декабря – лимитируют горючее. 1 января – парк стоит». То есть в один вечер 15 декабря 1941 года на трассе Ленинград-Ладожское озеро 120 машин стояли из-за отсутствия горючего. И обратите внимание, что Нефёдов не пишет, что машины бомбят и дорога прервана. Просто он пишет, что нет бензина. А ещё один пример. Ноябрь-декабрь 1941 года в сутки в среднем через Ладогу переводят 361 тонну грузов. Напомню, что она уже замёрзла, были страшные морозы. А 31 марта через ту же Ладогу уже переводят в этот день 6423 тонны. ЧН перевозят. Опять же, к началу войны в войсках Ленинградского военного округа было 20,5 тысяч грузовиков и 4 с лишним тысячи тракторов. Плюс прибалтийский военный округ, грузовики которого… А грузовики как раз не терялись. В отличие от танков в начале войны на них очень хорошо бежали. Падёж грузовиков был очень небольшой. Плюс приехали грузовики из Прибалтийского военного округа, плюс военные предприятия, плюс мобилизация. Речь идёт о тысячах, десятках тысяч машин. А вопрос правильный Марка Савонина. Где были эти машины и какая другая задача, кроме доставки продовольствия, была приоритетной?